всем большой привет Решила выйти в эфир, раз у нас такое с вами классное, насыщенное общение сформировывается Я уже, правда, давно сформировалась, но что-то на этой неделе прям все как-то у нас особенно с вами Интенсивно я бы так это назвала Уже спать? Нет, я недавно только проснулась Сходила в дождь, приготовила, покушать вкусненькую еду Короче, считайте, что у меня 12 часов утра Вот так вот Поэтому, как бы, сейчас у меня времяпрепровождение только начнется Буду думать, чем сегодня заняться Так, люблю твои эфиры, сразу беру вкусности Я тоже взяла кофеечек Это уже, наверное, четвертая кружка кофе у меня за сегодняшний день Как-то я писала пост, что я ограничила себя в кофе Но после того, как я написала этот пост, сразу все усугубилось в разы Вот, так что, кто-то мне из подписчиков правильно написал Хочешь насмешать Бога, расскажи о своих планах Вот так вот и получилось Мэри, ты чувствуешь, что стала жить лучше и обеспеченнее? Нет, я не чувствую Ты чемодан уже собрала ко мне в Калифорнии Дорогая Аленочка, я всегда на низком старте Честно тебе сказать Но были бы границы открыты Что-то со связью у меня, как всегда Что за квадрат? Я не понимаю, почему у меня у одной, наверное, только вот этот вот квадрат Когда я выхожу в сториз Я не знаю, как от него избавиться И что с этим делать Как добиться успеха? Прочтите, пожалуйста, мой последний пост Конечно, я не могу назвать себя максимально успешным человеком Но, может быть, этот пост вдохновит вас на что-либо деланья Девчанки, я понимаю ваши очень активные интересы к моим отношениям Но я и так вам даю достаточно много информации о себе Мне кажется, есть что обсудить и без этого Как бы ничего не поменялось с тех времен, когда... Блин, ладно Зачем? Вы же видите, что я не отвечаю на эти вопросы Колготки покажи У меня нет сейчас на мне колготок Где ты работаешь? Как обеспечиваешь себя? Прочтите, пожалуйста, последний пост Выложила два часа назад Там от и до рассказывается о моем карьерном росте Если это можно так назвать Даже это не карьерный рост Это деятельность, которая когда-то была в моей жизни И которая сейчас в моей жизни Прочтите У нас все с Вовой хорошо Не переживайте Почему вы решили, что что-то не так Когда все по-прежнему в норме Он как и раньше не фигурировал Очень активно в моих сторис Так и сейчас не фигурирует Поэтому мне кажется, волноваться незачем Какой успех? Выехала за счет мужика Главное раздвинуть ноги перед нужным мужчиной Все просто Но раз это так просто Тогда Дерзайте и действуйте Потому что ты всегда одна Почему-то многие считают, что я всегда одна Но это не так Ой, что за эротика начинается? Или она так и была? Сейчас, девчонки Хочу губы подкрасить бежевым Блин, кстати Осталось Осталось немножечко Только прямой эфир Проконтролировать Чтобы не было Всякой ерунды А в постах Вы, кстати, уже огромные умнички Никто практически ничего плохого не пишет Так Как ты решилась участвовать в инстаграмщице? Расскажи подробнее А что тут рассказывать? Я не могу сказать, что этот проект как-то повлиял на мою жизнь И он был какой-то значимый в моей жизни Мне просто написали в директ Хочешь поучаствовать в инстаграмщицах? Приезжай на кастинг Я приехала на кастинг Там не было даже конкуренции Меня взяли за 2 секунды Все То есть абсолютно Ничего в этом такого не было Это шоу абсолютно никак не... Да, я зашла, Лика Потому что много попросили Многие просили идти в прямой эфир И я решила пообщаться Ага, попробую раздвинуть Не факт, что еще твои ноги нужны кому-то Действительно, очень-очень элементарно считать Что войти в отношения очень просто На самом деле это огромная работа Это огромный труд, во-первых, над собой Потому что я не думаю, что кому-то Особенно в наше время Нужна просто девочка Просто потому что Блин, если вот девушка У девушки есть такой парень Который любит ее за то, что просто она есть Я вам даже немножечко завидую Это огромное счастье Но на самом деле Очень много Очень мало достойных мужчин Которые У нас сейчас вообще мужики такие пошли Которым там 27-30 лет Они там немножечко чуть-чуть поднялись И начали зарабатывать Вылезли из какой-то глубинки И такой А мне нужна девочка с барвихи А мне нужна девочка У которой уже есть машина Есть квартира А что, типа Я такого уровня У меня должен быть уровень соответствующий То есть очень Такое время изменилось То есть нельзя просто прийти и сказать Всем привет Вот она я Как бы Вот она я Есть просто существую И полюбите меня К сожалению Раньше так, может быть, и было Мэри Мэри, ты очень добрый человек Благодарю Со стороны, конечно, виднее Но в последнее время Мне что-то часто стали говорить Что я добрая Хотя раньше я себя не считала Хорошей подругой Добрым человеком И прочее Мэри Сколько стоит брейк Ты поставить У меня вышло 190 тысяч Но Как бы Это не сразу Я пришла Я заплатила 190 тысяч За первый прием Я заплатила 37 тысяч За второй прием Я заплатила 50 тысяч И получается Мне нужно внести Короче 190 минус 87 Потому что 87 тысяч Я уже внесла 190 минус 87 Посчитайте И вот столько Мне нужно еще Донести денег Вот То есть Но Вас не будут Насиловать В клинике И говорить Срочно Принесите всю сумму Это я решила Просто заплатить Сразу 87 тысяч А на самом деле Лечение длится год И можно постепенно Вносить эту сумму Сколько можешь Иногда 20 Иногда 30 Иногда 15 Но я решила Сразу половину суммы Закрыть Чтобы потом было поменьше Вот Клиника находится На улице Короче В Алых парусах Называется Моди Если кому-то Интересно Просто многие спрашивают Можете сюда пойти На брекеты Мэри У тебя татуаж бровей Или сама красишь Нет Я не крашу Потому что Я на днях Сделала Ламинирование Бровей И мне сейчас Не нужно их красить Пока что Они держатся Кстати Вот кожа у меня Сейчас увидите Вот видите Папулки Вот такие вот Неровности Это Вот видите Так-так-так-так Точечки Это после Био Ветерилизации И с ним Уже скоро Должны сойти Мэри Ты поврослела Стала более женственная И приятная девушка Не сравнить с тем Что было еще года Полтора назад А зачем сравнивать Это был мой промежуток Времени Я была молодой Юной девушкой Ну я и сейчас Я и остаюсь У меня было Тогда такое состояние Души Я обожаю себя Ту Я люблю себя Это просто было бы странно Некоторые пишут Блин Респект тебе Ты провела работу над собой Ты изменилась Но Это и время помогло И года Берут свое Вот Но Короче Кому-то нравится я прежняя Кому-то нравлюсь я нынешняя Но это все я Я один и тот же человек Просто было бы странно Если бы я осталась В одном и том же состоянии И вообще Я никак не менялась В этой жизни Вот Скучаю по вам По нам с мамой Раньше была Оторви голова А сейчас очень женственная Что тебе сейчас Не хватает для счастья Первое Одно желание только Цеха Блин Производства своего Мне не хватает На данный момент Да Мэри Считается ли Измена Секс с другим мужчиной Изменой Если год Не живем С мужем Вместе Нет Не считается Вы с мужем Не живете Уже целый год Это не измена Не переживайте Откуда ты узнала Что Лена родила От твоего бывшего Ко мне пришла подружка Мы открыли бутылочку Мадам Клейко В эти выходные Потом мы открыли Бутылочку Майот Нас знатно вставило Шампанское И она решила Мне выдать всю правду Матку Я на нее смотрю И говорю А для чего Ты мне это Дорогая моя Рассказываешь Поэтому Я Из эфира В эфир Повторяю Что я не люблю Правду Я не люблю Лишнюю информацию Которая меня Приведет В любые Некомфортные Для меня ощущения То есть Чувство шока Чувство расстройства Страданий И прочее Такое Благо Меня эта ситуация Не привела В негативные чувства Но она меня Шокировала Мягко сказать Я охренела И я всех прошу Зачем Не рассказывайте мне Я так прекрасно Живу Без лишней информации В своих мозгах И в своих ушах Я люблю Сладкую ложь Если что-то знаешь Будь умнее Промолчи Я на тебя не обижусь Если я узнаю Что ты знала И не рассказала мне По-моему Так поступают Мудрые люди А не как Моя Кристина Подруга Естественно Она мне сказала Мэри Я не знала Рассказывать тебе Это или нет Я долгое время Вынашивала Эту информацию И Я посоветовалась С своей подругой Мне моя подруга Сказала рассказать И вот я рассказала То есть Вот Будешь покупать Двенадцатый айфон Когда-то Давно-давно Когда у всех Уже были пятые айфоны То есть Первый, второй, третий Четвертый, пятый У меня не было Ни одного айфона Никак-то в жизни И я мечтала Об айфоне Просто у меня Была мечта Айфон Я помню Мне на Новый год Мой парень Подарил Мой первый Пятый айфон И сейчас История Сей Ситуации Это то Что это был Хоккеист Про который я писала Пост Он мне подарил Мой первый Пятый айфон И мы пришли Праздновать Новый год Угадайте Кому, блять К Лене И у меня там Его украли Да Вот И мы пришли к Лене Праздновать Новый год У меня там Один из ее друзей Украл этот Мой первый айфон О котором я мечтала Просто Мне потом позвонили С какого-то рынка Сказали Приезжайте здесь Ваш айфон Короче У меня сердце Чуть не разорвалось Потому что я мечтала Представляете Вышел первый айфон Второй айфон Третий айфон Четвертый Пять лет Мне пришлось мечтать Об айфоне Чтобы у меня его В этот же день Мне подарили на Новый год Мой первый, пятый айфон И у меня его украли И у меня С тех времен Было дикое желание Покупать себе Каждый раз Новые айфоны И как только Выходили айфоны Я всегда себе Покупала самый новый айфон Чуть ли не в этот же день И у меня был принцип Покупать только черные У меня всю жизнь Только черные айфоны И такая вот У меня была мечта Потом я скупила Всю технику Эппл Планшеты Макбуки То есть у меня было все Айподы Потому что я Очень много лет Мечтала Иметь Технику Эппл А у меня ее не было И вы знаете У меня ее в жизни было столько Я ее в какой-то момент Настолько много скупила Что сейчас у меня вообще Абсолютное безразличие И мне не охота Больше Как бы У меня есть телефон Он работает Не знаю Если кто-то подарит Окей На самом деле Даже не надо дариться Мне это не интересно Нет Не хотела бы Да Вообще не хотела бы Кстати Ну может быть Знаете Сейчас пойдет Цепная реакция Один выложит фотку Второй Третий Пятый Десятый И я подумаю Блин какой красивый Какой крутой Хочу Хочу И еще символично Что этот новый айфон Сделали Такой же формы Точнее Такого же дизайна Как пятый А пятый был мой первый айфон Который украли Да Ну мне потом подарили Сразу же новый Но Все равно Воровство было Мои вещи Я помню Заглядываю в сумку И айфона нет Все Такой стресс Такая депрессия Такое расстройство Такая драма Боже Сейчас у меня айфон Сколько вам лет Когда планируете Семью Ой Разве семью Можно спланировать Мне кажется Это невозможно Невозможно Спланировать Что-то такое Настолько щепетильное И сложное Что К сожалению Планировать Семейную жизнь Очень тяжело И я Соответственно Этим и не занимаюсь Потому что Именно в этом случае Твои планы Могут пойти По Как бы грубо не выразиться Не по плану Мэри Покажи Как делаешь Пучок на голове Ой Не хочу Не хочу Сейчас Давайте в следующий раз Да Как насчет Ножки А Nokia 3110 Кнопочные У меня даже его не было Мэри Почему ты говорила Что носогубки Колоть нельзя Можно подробнее Кстати Биоветерилизация Начинает действовать Через 2 недели Но мне кажется У меня уже Носогубки Стали меньше Потому что носогубки Это моя Такая проблемная зона Потому что я Часто улыбаюсь Или это просто Наследственное Не знаю Но Носогубки нельзя колоть Я не знаю Я не косметолог Но лучше прочитайте В интернете Я уже давно Услышала о том Что носогубки Не колят Потому что Здесь нет Фиксирующих Линии Как в губах Например Почему гиалурон Не расползается Никуда по лицу А в носогубках нет И потом это все Уходит в щеки В ненужные места То есть Одного раза Если вы уколете То он так сильно Не расползется Но если регулярно Колоть носогубки То это все Потом по рожью У вас расплывется И будет Не очень круто Вот И носогубки Уже давно не колят Носогубки не колят Как бы их подкалывают Другими способами Поднимают скулы За счет этого Немножечко Они расползаются Потом Там делают Всякие Уходовые инъекции Мэри Тон номер Ланком Посмотрите пожалуйста На HDTV канале Там в одном из последних Видео Есть все О моих карандашах Тон номер Ланком Ну ладно Хрен с вами скажу Ноль четыре Собраться Выпить кофе Придумать Какую-то тему Для общения Или может быть Вопрос Ответ В реальной жизни Представляете Я Вот я перед вами В эфире А так Эфир мог бы быть В реальности То есть я сижу Вы мне так же Задаете вопросы И я на них отвечаю Мне кажется Было бы здорово Но главное Чтобы я не переволновалась И не затупила Если бы у меня была кофейня Было бы все проще Мы бы постоянно С вами собирались там Но так как у меня нет кофейни Это усложняет Наши с вами встречи Поэтому давайте Содержать крестики Чтобы у меня В скором будущем Открылась кофейня И какая-нибудь Вкусная выпечка Которую я не ем Но многие едят Хотя Может быть Я что-то такое слышу Что-то рыбное С рыбой там Сложнее Нет Лиза совершенно На меня плохо не влияла Мы были Два сапога пары Я в жизни не встречалась Еще есть интересные вопросы Помимо того Что есть ли у меня мужчина Конечно же есть Все об этом прекрасно знают Год Ты такая грустная Не знаю Какие посоветуешь Бюджетные крема Для лица Мне например Очень нравился крем Блин забыла Я вам его показывала Он похож на Он похож на Он похож на Декларанс Нет Нет Не черный жемчуг Откуда пижам Откуда пижам Откуда пижамка Пижамка Я купила В поселке городского типа Под курском Называется Кшень На китайском рынке Мне она нужна была Для того чтобы Сделать красивую фотографию На мосту Я фотографию сделала Пижамка осталась Вот она у меня лежит Я ее иногда ношу Лориаль Может быть и Лориаль Не помню Сайт ПДД На котором выучились Девчонки Это было так давно Я же вам говорила Сохраняйте Потому что я уже Сама не помню Это уже было Три месяца назад Мэри Ты отошла От последнего поста Да Я уже привыкла К этой мысли Мэри Стоит ли дружить С людьми Которые обманули Меня Но если Вам больше не с кем дружить А дружить с кем-то хочется То можно Просто потом Со временем Вы сами перестанете С ними общаться Вот Можно взять Все что вам нужно От них Времяпрепровождения Веселье И прочие моменты И расстаться Потом когда Появится кто-нибудь Поинтересней И по Преданней Просто Смотрите на них Как На Развлекательные Проект Для вас Ничего не могу Посоветовать От жирной кожи Губы Супер Сколько раз Делала И не было У тебя комочков Нет комочков У меня не было Всем терминдуем Юведерм Смайл Очень-очень-очень Мягкий препарат Очень натуральные Губы Получаются Вот Очень комфортный Совершенно Безболезненный Короче Я нашла Своё Идеальное Своё Идеальное Для Для губ Не Они Живут Вместе У них Всё Хорошо Я надеюсь На Это Губы Шелушатся Что Делать Льдом Кстати Вообще Мне кажется Льдом Хорошо Протирать Всегда Хочу заказать Специальные Такие Кружочки Чтобы Можно Было Водить По Лицу Так Вы Общаетесь Со Славой Ну Да Но Не Прям Час Но Иногда Переписываемся Бросила Второй Раз Молодого Человека И Теперь Жалею Скучаю По Нему Боюсь Что Отвергнет Когда Предложу Снова Быть Вместе Сама Бросила Сама Вернулась Короче Девочки Если Ты ему Нужна В общем Нет Не Если Ты ему Нужна По Другому Скажу Значит Так Раз Ты Его Бросила Ты От него Ушла Молодец Вот Теперь Послушай Меня Сто Процентный Сто Процентный Качественный Камбэк Сто Процентное Возвращение И возобновление Ваших отношений Рецепт Прямо сейчас Прямо здесь И так далее То, что ты сама Его бросила Значит Тебя что-то не устраивало В отношениях Соответственно Ты ушла из этих отношений И ушла первая И ты в этом Огромная Молодец Момент Момент Второй Как сделать так Чтобы мужчина Вернулся Нужно Просто Удалиться Из его жизни На месяц Два Когда Расстаются Мужчина И женщина Женщина Страдает Первая А мужик Вообще Ничего Не чувствует Он считает Что так и должно Было быть Ему это вообще Все нахрен Не надо Женщина Страдает Переживает Глубокие Обиды Внутри Прокручивает Эти ситуации Тысячи раз Потом Начинает Скучать И короче Вот это вот Качели Каши Ее в эмоциональном Состоянии Мужчина В этот момент Живет своей жизнью И кайфует Окей Проходит месяц Женщина Уже к тому времени Восстанавливается Проходит два месяца Женщина Уже полностью Восстановилась Что происходит В этот момент У мужчины Если вы ему Конечно Не написывали Не названивали Не плакали Ему в трубку Не просили Вернуться назад Не отслеживали его Не кидали ему Тупые фотографии Если вы В этот момент Взяли Паузу И не появлялись В его жизни Даю Стопроцентную гарантию Месяц Полтора Два Он объявится И сам Вернется К вам Но в этот момент Что вам нужно сделать В этот момент Вам нужно Проигнорировать его Как Сложно Не сложно Либо отвечать Просто ему Ок Хорошо А лучше Вообще Не отвечать И тогда Будет качественное Возобновление Отношений Только так Если вы будете Все сама Вытягивать Тянуть Он не успеет Понять Вашу Значимость В его жизни Но если вы Удалитесь Просто Возьмете паузу Затишься На вот этот Вот срок А после того Как он объявится И будет писать Признание В любви Вы отвечаете Однокровно Также В течение Вот этих Месяца Полтора Два Возможно Он будет Писать вам Предлагать Какую-то Свою помощь Или просто Искать Глупый повод Для того Чтобы с вами Связаться Ничего Не отвечайте И только Тогда В его Мозгах Загорится Чувство Собственности Но для этого Нужно Время Как отношусь К отношениям К отношениям С мусульманином Был ли у тебя Такой опыт Отлично Отношусь Опыта у меня Такого не было Отлично Общая отношусь Но как я К этому могу Относиться На моих глазах Прекрасные Отношения Муж и жена Алена Мейкап Алена Которая Визажист Которая часто Меня красит Русская девушка Которая приняла Ислам Вышла замуж За мусульманина Живут прекрасной Семейной Жизнью Вот Прекрасно Которая Отношусь Да Солярий Вреден Поэтому я Посещаю его Редко Если он Ушел Зачем он Нужен Ну Хорошо Размышлять На эту тему Если он Ушел Зачем он Нужен Тогда Нафиг он Мне не нужен Это С высоты Вашего полета Когда у вас Муж под боком Или вообще Его нет Можно Рассмышлять Но когда У женщины Внутри Огромная Просто Яма Дыра И она Мучается И неважно Ушел Он Изменил Оскорбил И у нее Просто Ей хочется Быть с этим Человеком Она начинает Вспоминать Только хорошее И все эти Обиды Уже перекрываются Просто эмоциональными Страданиями Что из ее жизни Удалили Один очень важный Объект И это ее Мужик Ну как бы Сложно Тут сидеть И размышлять Зачем он Тогда нужен Вот нужен И все Как бы И ты с этим Уже сделать Вообще Ничего Не можешь Ты можешь Ты головой Осознаешь Зачем он нужен Ну А сердцу Не прикажешь Ой Да откуда Ты знаешь Всех мужиков Как будто Тебе 50 И ты такая Опытная Ммм Причем здесь Возраст Всех мужиков Я не знаю Ну просто Это Всем известные Факты Вот У меня Так Было Люблю Не могу У всех Так было Но нужно Действительно Если Вы понимаете Что Этот мужчина Тот С которым Вы хотите Быть Нужно Набраться Сил Все Терпение Просто И сделать Очень мощную Работу Вот за этот Промежуток Месяц Два Иначе Все будет По кругу Абсолютно Все Мэри Подскажи Пожалуйста Кожа на лице Очень жирная Как справиться Ой девочки Вот Если бы я владела Этой информацией Я бы конечно же Подсказала Но я вообще Об этом ничего не знаю Расскажи про свой бренд Начиная с названия Очень интересно Оооо Это такая длинная история Я ее записывала На 50 Сторис От названия От начала рождения О первых комбинезонах Которые я решила шить И просто Чуть не заплакала От увиденного Каких комбинезонах Я нашила Методом проб И ошибок Я поняла Какой мне дизайн нужен Короче Это долгая история Я думаю Ее уже многие знают Наверное Как-нибудь В отдельном посте Напишу Чтобы сейчас Не грузить Тех Кто не хочет Это слушать Как думаешь Отношение между коллегами По работе Стоит Строить Или нет Ну какая разница Коллеги вы по работе Соседи по квартире Читатели в одной библиотеке Какая разница Кем вы приходите С друг к другу Важно Иметь Первое Это Сильную симпатию Интерес Друг к другу Чтобы мужчина Соответствовал Каким-то Параметрам Которые есть В вашей голове Отсутствие Второй половинки Вашего Будущего Партнера То есть Отсутствие Любовницы Жены Бывшую жену Можно иметь Нынешнюю Нет И все Если все эти пункты Совпадают Они элементарны Это симпатия Отсутствие Вторых половинок И интерес То можно Начинать строить отношения И не важно Коллеги вы по работе Или Друзья Или вообще Незнакомцы Какой мыслей Ты пришла После ситуации С хоккеистом В такой ситуации Больше Ситуация Больше вопросов К подруге Или к мужчине Вопросов У меня нет У меня вопросов нет Ни к хоккеисту Ни к подруге Зачем мне Задавать им Какие-то вопросы Они мне не нужны То есть Я не пытаюсь Разобраться В этой ситуации Я просто Была шокирована И решила поделиться Этой увлекательной Историей Под своим постом Чтобы было что рассказать Поделиться своими Эмоциями Мыслями И Может быть Кто-то Тоже Сделал выводы Из этой ситуации Вот и все Детской одежды Наверное Пока что не будет Думаю Детская одежда Появится в тот момент Когда Я буду беременна Мэри А с чего ты начинала Как строила свою карьеру Не поверите Сегодня написала Об этом Длиннющий пост Последний Обязательно Все перейдите Обязательно Прочитайте Историю Моей карьеры От и до Мой карьерный путь Моя деятельность В прошлом В нынешнем И возможно Будущее Немножко затронуто И обязательно Напишите Комментарий Что вы думаете По этому поводу И обязательно Участвуйте Всем В конкурсе На моем рабочем Аккаунте Project Три стор Где уже завтра Я объявлю победительницу Кто выиграет Джоггера Это первый момент Второй момент Шикарные костюмы В наличии По Просто Невероятной Цене для вас Это небесно-голубой За 4999 рублей Это розовый Костюм За 5 Тысяч С чем-то Я не помню Все теплые Все нереального Качества И желтый Даже есть еще В наличии Поэтому Три вида Костюмов Которые вы можете Себе приобрести По очень Классной цене И носить их Не один сезон Это вот прям Зубы даю Будете стирать Он не будет Такой вот Как Дешевая Дешевый холодец Потом висеть на вас Все держит Каркасы Никаких комочков Сама ношу Сама проверяю Прежде чем Выпустить костюм Поверьте Я отшиваю Ни один костюм Я отшиваю Разный Потому что Я их стираю Я проверяю Я отслеживаю Все качества Для того Чтобы не толкать Вахую Вот Ты умничка Всегда смотрю Твои истории С удовольствием Спасибо большое Я с удовольствием Их для вас снимаю Мне вообще нравится Разговаривать Мне нравится быть Говорящим блогером А не просто Показывать Свою красоту Которая не такая Крутая Как мой характер Мне нравится С вами говорить И общаться Вообще Мне все это приносит Удовольствие Делаешь ли ты процедуры Для волос Да Рос Ой Такое я не знаю Процедуры делаю Счастье для волос Делаю Дайвины Сделаю Ну короче Раз в месяц Делаю Блин Где покупала пижама One more time Я была Я была В городе Курск Из которого Мы поехали В деревню Кшень Такую вы наверное Не знаете Но кто живет В Курске Те знают Мне Я нашла там Красивый мост Можете чуть В ленте ниже Спуститься И вы увидите У меня фотографию В этой пижамке Тоже поставьте лайк Мне Я увидела Красивый мост И Но у меня Не было с собой Какой-то подходящей Шелковенькой Такой одежки То есть У меня было с собой Вообще Несколько вещей И вся она Не подходила Под этот мост Я подумала Я обязательно Должна сфоткаться На этом мосте Увидела Китайский рынок Но я в поселке Там население Пять тысяч человек Там курочки ходят Коровки пасутся Козочки бегают вокруг Что-то может Быть С никакого бутика Естественно Но китайский рынок Чем плохо Пошла на китайский рынок Купила себе Ковбойскую шляпу Купила себе Вот эту пижамку За 300 рублей Купила себе Фарточек Фарточек Купила для первоклассника Который в итоге Послужил мне Красивым платьицем Где я сфотографировала С молоком В кайбойской шляпе С этого же Китайского рынка И с коровой Вот Пожалуйста Фотографии Заценили все Набрали Хорошее количество лайков Всем они очень понравились Соответственно Пижамка остался Фарточек тоже И вот и все Нужно ли показывать Заинтересованность В мужчине Хотя бы На первых порах Очень дозировано Очень дозировано Потому что В какой-то момент Нам начинает Нравиться парень Которому Мы нравимся Тоже И вот Он приглашает На встречу И в какой-то момент Мы начинаем Продумывать Самую тупую Стратегию В жизни Потому что Когда начинается Сильная симпатия Мозг отключается И ты думаешь Вот сейчас Я ему покажу Какая я и такая И как он мне нравится И спокойной ночи Напишу И при встрече Буду улыбаться Смотреть в глаза Чтобы он точно Понял Что он мне нравится И чтобы он Никуда не свалил Ну блять нет Получается все наоборот Мы все это демонстрируем И в итоге Чувак такой Что-то она сильно Сильно потекла Мне интересно Вот так у него Срабатывает мозг Но Если На первых порах Отношения Отношений Вы дадите Легкую Прохладу Это не Это не прекратит Ваши отношения Поверьте То есть Если вы действительно Нравитесь мужчине То показать ему Легкий холодок Это то Что нужно Это то Что и выстроит Ваши дальнейшие отношения Правильно Не надо ни на кого вешаться Не надо никому Ничего доказывать Нужно просто Вот вы Вот такая вот вы есть И Сделать себя в минус Немножечко холодной Немножечко спокойной Немножечко мудрой Вот Без дебилизма Какого-то Без хаоса Чуть-чуть Хладнокровным человеком Если даже вы таким Не являетесь И если вы действительно Нравитесь мужчине Поверьте Он сделает так Чтобы Растрясти вас И вы перестали Быть холодной Он захочет Выдавить из вас Эмоции Симпатии В свою сторону То есть Это настоящий охотник Когда он понимает Что что-то От него не без ума Ему нужно будет сделать Чтобы вы были без ума А вы-то уже на самом деле Без ума Но просто делайте вид Что вы не без ума Короче Блин Вы поняли Вот так тогда делать Это 100% Это мужская психология Это природа М и Ж И не нужно нарушать природу Как бы мир не менялся Природа всегда Останется природой Львица Тигрица В стае Всегда выбирает Себе самого сильного льва Самого Самого мощного Вожака Душатка Симпатия Любви И показывать своему партнеру О том Что вы сильно Его любите Это очень нужно Потому что Мужчины Они как дети Мы должны Чрезмерную любовь Давать Показывать Насколько он Значим В нашей жизни Но не в начале Пожалуйста Не в начале Девочки Мэри Сохрани шефир Ну я что-то не знаю Как-то ей не супер красиво В нем Это такая Более душевная Беседа Думаю Я не буду его сохранять Потому что На мой взгляд Не супер интересный Но он информативный Достаточно Но я бы То есть я люблю Когда хороший свет Я люблю Когда я выгляжу Шикарно А не в пижаме Например Поэтому я удалю Этот эфир Потому что Как-то я себе Здесь не супер нравлюсь Еще с этим Популками На лице Да Вот На часик Хотя бы Ладно Девочки Если вы Все напросите Я сохраню Спасибо Вы больше Я не могу Ити против вас И вот это Когда мне просят Пожалуйста Сохрани эфир Это значит Ты нужна Ты интересна И как я могу Пойти против Того Что вы испытываете Ко мне интерес Конечно Я сохраню Но ненадолго Мне уже 25 И на самом деле Когда вам будет 25 Если вам еще не 25 Вы почувствуете Огромную разницу Между 23 годами Даже 24 Про 20 В 18 В 18 Я вообще молчу То есть Вообще Совершенно другое Другое Мышление Но Это хорошо Потому что До 25 лет Я уже об этом говорила Я еще раз Продублирую Эту информацию До 25 лет Это нормально Когда женщина Совершает ошибки Это нормально Когда она Тестирует Когда она Пробует отношения С мужчиной С друзьями С подругами Потому что Когда придет Тот самый момент 25 Когда уже нужно Будет думать О создании семьи Вы уже будете Четко Благодаря своему Опыту Знать Что вам точно В жизни не надо Поэтому Не бойтесь Не вините себя За то Что-то было не так В вашем Прошлом Потому что Если бы не было Этого Какого-то момента Фрагмента Которого вы не особо Хотите вспоминать И вам кажется Может быть постыдным Может быть неправильным Еще каким-то Вы за счет Только этого И движетесь вперед За счет Вашего опыта В 20 лет Что посоветуешь По поводу мужчин Каких выбирать Ну собственно Я сейчас и сказала Как я могу посоветовать Какого мужчину Выбрать вам Потому что Я не знаю Чего хотите вы Но благодаря Общению с мужчиной Вы можете понять Какой вам нравится Какой вам не нравится Нравится ли вам Более такой Закаленный характер Где там Прям такой Мужик-мужик Или вам нравятся Более ласковые мужчины Которые вас будут Обнимать Зацеловывать Приносить вам Все кофе С утра То есть Вы будете понимать Что вас возбуждает Какие Фрагменты В мужчине вам ближе И тому подобное Делефон 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 Не верю вообще Хотя это первый человек С кем я Возбуждаюсь От поцелов Пропал с часу до ночи С часу ночи До двух дня Так 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 Вы живете вместе Или что у вас вообще Почему вы считаете Что Что он говорит Это Неправда Потому что Это может быть Абсолютной правдой И Из-за того Что сейчас Ваш организм Испытал Дикий стресс В тот момент Когда с часу ночи До двух часов дня Вы ему долбили Писали И он не отвечал Ваш организм В шоке В стрессе И соответственно Все Плохие мысли Автоматически Лезут в голову И рисуют Картинку Измены Алкоголя Там Тусовки Веселой В его жизни И тому подобное Чувак реально Мог быть просто На работе И забыл телефон Дома То есть Нужно проанализировать Работает ли Реально Реально В это время Вот Как бы Мог бы быть Он по идее В это время На работе То есть Если мог Если у него Ночная работа То Это возможно Правда Вот Поэтому Не Кипятитесь Раньше Времени А правда Она В любом случае Всплывет То что он Если даже Он говорит Про работу Это уже Хорошо Боится вас Потерять Если даже Вдруг Что-то Там Он натворил Ну все Девчонки Я поехала По мою машину Я вас Целую Пока-пока